Я прошу отключить микрофоны участников, потому что я слышу эхо. Я рад всех приветствовать на наших третьих дебатах, которые проходят в рамках международного движения ResiliArt. В ходе этой серии дебатов мы рассматриваем различные творческие индустрии и текущее положение в условиях глобальной пандемии вируса COVID-19. И наша серия дебатов имеет перед собой три основные задачи. Во-первых, это распространить информацию о том, какое влияние пандемия оказала на сектор культуры в целом и на жизнь и условия труда творческих работников в частности. Во-вторых, это дать непосредственное слово творческим работникам, чтобы вместе обсудить и попробовать выработать механизмы, как улучшить положение внутри конкретного того или иного сектора. И, в-третьих, на более глобальном уровне способствовать рассмотрению и принятию конкретных стратегий и подходов, направленных на улучшение ситуации и дальнейшее устойчивое развитие творческих индустрий во всем регионе. Я напоминаю, что аналогичные дискуссии сейчас проходят при содействии различных офисов ЮНЕСКО по всему миру. Они затрагивают самые разные темы, регионы, так или иначе связанные с культурными и творческими индустриями. Я напоминаю, что все желающие могут посредством простого поиска в самых различных социальных сетях найти аудио и видеозаписи данных дискуссий. Может быть, посмотреть, как ситуация развивается в разных регионах, в других странах и найти ответы на какие-то свои текущие вопросы. Тема наших третьих дебатов звучит следующим образом. Концертная и культурно-событийная индустрия Центральной Азии в период карантина. Извлеченные уроки. Я хочу напомнить, что концертная и культурно-событийная индустрия – это один из творческих секторов, который очень сильно пострадал от повсеместно принятых ограничительных мер. В силу просто прямой зависимости работы всей индустрии от мест массового скопления людей, а также из-за невозможности прогнозировать дальнейшее развитие пандемии и ее новые и старые волны даже в течение ближайших месяцев, в какой-то перспективе даже лет. И несмотря на то, что в данный момент регион Центральной Азии может похвастаться относительно низкими цифрами по количеству новых зараженных, насколько я понимаю, возобновление работы обычных мест проведения концертов и других культурных мероприятий, пусть даже в ограниченном формате, еще только рассматривается, обсуждается и пока далеко от реализации. Вот. Перед тем, как представить наших участников сегодняшнего обсуждения, я хочу напомнить слушателям, что, во-первых, они могут задавать, писать свои реакции и вопросы по теме развития нашей дискуссии в чате Facebook-трансляции. Она находится перед моими глазами, и я могу оттуда зачитывать какие-то вопросы или какие-то реакции слушателей, если это будет важно. Если у вас также не будет возможности следить в течение ближайших полутора-двух часов за всей нашей дискуссией, то запись будет доступна. Она будет доступна на нашем YouTube-канале. И анонс о том, что запись стала доступна, она будет в разных различных наших социальных сетях. В Facebook, Instagram, в Twitter. И я у всех призываю на него подписываться. Вот. Нашу же сегодняшнюю дискуссию будут вести следующие представители концертной и культурно-событийной индустрии. И здесь я хочу сказать, что мы намеренно пригласили большее количество участников по сравнению, чем с предыдущими дебатами, именно для создания дискуссионного формата. И несмотря на то, что у нас, к сожалению, не получилось пропорционально представить все страны нашего региона, я думаю, что мы попытаемся в ходе дискуссии одинаковое время уделить ситуации и попробуем выработать, в разных странах, и попробуем выработать какие-то механизмы и предложения, которые будут актуальны для всего региона в целом. Сегодня с нами Арсен Длянчев. Это представитель Национальной ассоциации организаторов мероприятий из Республики Узбекистан. Элина Козино, руководитель онлайн-эвент-школы Шоумастер. И член Евразийской ивент-ассоциации, режиссер. Из Казахстана. Владимир Кравченко, основатель международного форума концертной и ивент-индустрии Коллизиум. И член Евразийской ивент-организации, тоже представляющей Республику Казахстан. Я, Владимир, особенно хочу поблагодарить, как и Евразийскую ивент-организацию, за помощь в сборе сегодняшних спикеров, в подборе и в помощь в организации сегодняшних дебатов. Далее с нами Дмитрий Менщиков, генеральный директор IOSIS Show, представляющий тоже Республику Узбекистан. Саулия Самедин, представитель правления Евразийской ивент-организации, руководитель компании SunEvents. Совет Сулеймена, международное агентство заказбилетов.кз, тоже представляющая Республику Казахстан. И представитель Кыргызской Республики, госпожа Грюзель Хожда, генеральный продюсер премии Event Awards Central Asia и основатель и генеральный директор ООО «Свои люди». Также с нами в конференции на случай, для того, чтобы, возможно, заменить меня с модерированием, если вдруг будут какие-то проблемы со связью здесь в офисе ЮНЕСКО. Я Игуль Халафова, это программный специалист по вопросам культуры Кластанового бюро ЮНЕСКО в Алматы. И Айдана Шакенова, программный ассистент, который отвечает за техническую поддержку и трансляцию в Facebook. Вот, давайте теперь перейдем непосредственно к дискуссии. И первый вопрос, который я бы хотел задать, давайте подведем итог на сегодняшний день. Что мы имеем для того, чтобы начать дискуссию по разным странам? Какое общее состояние индустрии и ее работников в контексте пандемии вируса COVID-19? Пандемия и различные карантинные ограничительные меры у нас уже продолжаются не первый месяц. Были разные этапы, в какой-то момент вообще ничего было нельзя, ни передвижения, ни какой-то выход из дома, допустим, только на короткие дистанции. Сейчас какие-то сферы начинают работать, какие-то места становятся доступными. В то же самое время такие вещи, как работа кинотеатров, театров, пока, насколько я знаю, не в одной стране Центральной Азии. Это еще... Они не начали работу, и только в отдельных странах идет небольшое обсуждение. У нас вот один представитель Кыргызстана, госпожа Хожда. Давайте мы с вас начнем. Скажите, пожалуйста, как себя сейчас чувствует событийная индустрия в вашей стране? Ну, я думаю, что положение дел таково так же, как и в других странах, в том плане, что больше полугода мы находимся в состоянии стагнации, можно так сказать, потому что первые вышли, значит, на карантин, и до сих пор нам не позволяют работать. То есть у нас уже, в принципе, движение в Кыргызстане нормализовано в том плане, что работают торговые центры. Интересный факт. Вот у нас вот сейчас готовится предвыборная кампания в депутаты. Она состоится 4 октября. И вот буквально месяц назад в рамках исключения было разрешено собирать на съезды до 500 человек. И, конечно, это вызвало большой резонанс в обществе, потому что нам не разрешают вплоть до того, что отмечать частные собственные праздники людям. А у нас сейчас как раз-таки противоречие с нашим государством, потому что идут какие-то обходные пути разрешения мероприятий в пользу выборов, но в то же время обычным людям запрещается отмечать дни рождения, свадьбы. Ну, это касаемо частного ивента. На сегодняшний день, если, допустим, буквально 2 недели назад еще было какое-то послабление, и люди все-таки какие-то знаменательные даты отмечали в ресторанах, до 50 человек, у нас есть ограничения, до 50 человек в зале можно собирать. То на сегодняшний день это тоже уже стоит под вопросом, потому что объявлены рейды, объявлены штрафы. Даже если мероприятие проводится днем, тем не менее приезжают инспектора, да, то есть штрафуют организаторов, штрафуют рестораны. Но при всем при этом у нас работают кафе, до 12 часов ночи у нас разрешено, естественно, не более 50 человек посетителей. И в целом индустрия действительно очень сильно пострадала, потому что мы прекрасно знаем, что здесь не только организаторы мероприятий, здесь вся творческая культура представлена, те же представители эстрады, театра, люди задействованы как видеографы, то есть в целом артисты. И вопрос большой, как с этим быть, потому что мы столкнулись с противоречием. Почему общественный транспорт работает, почему на базарах люди, могу сказать, буквально вчера была, то есть я видела только два человека в масках, полный базар людей, да, то есть два человека в масках. Но при этом в ресторанах, где организаторы могут проследить и организовать все необходимые условия для безопасности, соблюдение массозрачного режима, температура, да, то есть дезинфекция, расстояние между людьми полтора метра за столами. То есть и причем, если люди собираются на одном мероприятии, мы можем фиксировать их имена, да, то есть контакты и прочее, и предоставить эту информацию, и если вдруг вспыхнет какое-то заражение, то мы быстрее можем найти, а, допустим, там в том же транспорте или в торговом центре этого не может быть, то мы считаем, что здесь есть противоречия. И потом, все-таки говоря об общей безопасности, мы должны не забывать, что есть ответственность каждого человека лично, и каждый человек имеет право на выбор, что ему организовывать, да, пусть то день рождения и свадьба, и в каком формате, и какие техники и правила безопасности соблюдать. Конечно, в рамках того, что уже существует, уже введено, мы как бы не против этого, но опять-таки мы против противоречий. Если нам не разрешают работать, то почему работают массово базары, те же торговые центры и прочее. То есть это такой наболевший вопрос. Буквально вчера у нас состоялся митинг возле филармонии, где вышли работники ресторанов, ведущие, певцы, то есть люди говорят о том, что позвольте нам работать. Государство ведь нас не поддерживает финансово, мы никак от государства, в общем-то, сейчас и независимые, мы, в общем-то, и не просим нам никаких льгот давать, ничего прочего. Мы просим позволить нам работать. Вот это основной посыл, скажем, нашей вент-индустрии в Кыргызстане. И хочу отметить, как культуролог, мне это, наверное, о наболевшем, как культуролог хочу отметить один очень важный факт. Очень часто ивент сравнивают только с ториями, да, то есть какими-то частными мероприятиями. Но ивент – это ряд и других массовых мероприятий. Да, это те же форумы, это спортивные мероприятия, это социальные мероприятия, которые влияют на ряд культурных функций, и которые просто взаимодействуют внутри нашего общества, и они развивают. Сейчас мы столкнулись не только с проблемой финансового характера, но и с духовной деградацией. Как раз-таки посредством ивента разных массовых мероприятий и мы можем транслировать необходимые вещи людям, доносить их вплоть до безопасности. То есть почему государства не используют эту силу, и я до сих пор не могу понять. И, в принципе, в целом наша ивент-индустрия не совсем понимает, почему государства просто откинули творческую элиту в сторону, но когда им необходимо набрать энное количество голосов, засветить себя, они привлекают известных личностей с нашей индустрии и используют их популярность. Ну, очень много противоречий на сегодняшний день. Да, спасибо, Бизаль. Я думаю, это будет, наверное, основным лейтмотивом нашей сегодняшней дискуссии о том, что творческие работники хотят во многом равных возможностей для того, чтобы осуществлять свой труд, получать возможность зарабатывать деньги наравне с другими какими-то общественными местами, где кто-то работает и кто-то имеет эту возможность. А вот скажите, пожалуйста, вот в отношении предвыборной кампании у меня такой вопрос, который актуален для вашей страны, я думаю, частично актуален для Таджикистана и, возможно, скоро будет актуально для Казахстана, потому что у нас тоже выборы как бы должны пройти в ближайшие месяцы. Вообще, вот эта предвыборная кампания, она творческим работникам, представителям ивент-индустрии предоставила какие-то возможности для заработка? А вот, потому что выборы же, как правило, предвыборные кампании связаны с проведением каких-то концертов, каких-то массовых мероприятий. Ну, на самом деле, вот на данный момент у нас баллотируется 16 партий. Вот, я знаю, что некоторые из них прибегали к консультациям организаторов или нанимали, то есть те партии, которые более обладающие бюджетом, они нанимали организаторов, вот, какой-то труд оплачивался. Есть партии, которые обращались просто за консультациями, в том числе также я выступила как консультант для организации съезда одной из партий, вот, которая проводилась на свежем воздухе. Но скажу вам честно, те возможности, которые выделяются партиями, они для организаторов минимализированы, то есть мы практически в этом плане не зарабатываем. То есть там достаточно сокращенные бюджеты, да, при этом очень много абсурда на сегодняшний день. Вы уж меня простите, но как бы в Кыргызстане мы все-таки умеем говорить открыто о тех проблемах, которые мы считаем, что нужно их проговаривать. То есть привлечены, очень мало профессионалов из нашей индустрии привлечено. Но в то же время много, скажем, известных творческих личностей были привлечены в сами партии, да, то есть это такая пропаганда сейчас идет, то есть наши певцы тоже баллотируются в депутаты. Вот, чем это закончится, мы пока не понимаем, потому что все-таки понятное дело, что управление государством основы, да, там, политического образования не должны быть в любом случае. Ничего против не имею, у каждого есть свой выбор. Но тем не менее, я вот говорю, то есть мы до августа, да, практически не имели возможности вообще работать, да, то есть в конце августа объявляются какие-то съезды. На короткий период времени подписывается разрешение о том, что можно собирать, да, там, ну, там вплоть до последнего момента, конечно, это было, но разрешение было получено, до 500 человек можно было собирать. Вот. Как только съезды закончились, все, сейчас, опять-таки, ивентеры мы не нужны. То есть нас пригласили, мы им помогли организовать, все, теперь мы им не нужны. То есть мы свою функцию выполнили, а дальше идет пропаганда, закрываем рестораны, закрываем площадки, не нужно тратить там деньги на каких-то важных событий, которые сопровождают нашу человеческую жизнь. То есть, ну, как бы, ребят, взяли, пополнялся и выбросили, называется. Выборы не стали таким глотком воздуха для индустрии, которая была закрыта в течение нескольких месяцев. Нет. Спасибо вам. Мы, известно, что успели, там, я чуть-чуть скажу, что, да, там, вот в этот промежуток мы чуть-чуть успели с какими-то из клиентов, которые засиделись, хоть что-то минимально сделать. Но на сегодняшний день опять ситуация такова, что сейчас вот выборы 4 октября состоятся, потом вторая волна, прочее, и мы думаем, что, скорее всего, нас опять могут посадить на карантин. Понятно. Спасибо. Давайте тогда перейдем к нашей второй стороне вот по количеству участников сегодняшней экскурсии, к Узбекистану, и вот Арсен Лянчев, Дмитрий Меньшиков. Тот же вопрос, как бы, каково состояние дел в области вашей индустрии, организации мероприятий, концертов? В каком вам порядке удобнее? Давайте, Арсен, с вас начнем, потому что вы уже микрофон включили. Спасибо. Коллеги, всем здравствуйте. Здравствуйте всем зрителям. Рад видеть знакомые лица. Дима, Гузаль. Ну что, друзья, на самом деле, Гузаль рассказала практически все то же самое, что творится, я думаю, не только в Узбекистане, но и по всей Средней Азии. Да, есть какие-то различия. У нас ограничения до 30 человек. Рестораны работают. Слухи о третьем карантине, третьем закрытии по-прежнему ходят. Мне кажется, что нужно копать глубже. И дело в том, что на нас не обращают внимания, потому что, к огромному сожалению, ивент-индустрия – это ничтожная часть экономики страны. Вот и все. Это основная и глобальная боль, потому что что происходит во время снятия карантина? Люди не могут делать праздники, они и так их делают. Они их просто не выкладывают в социальные сети. Есть ограничения на определенное количество людей. Люди их нарушают. Кто-то это делает осознанно, кто-то это делает неосознанно. И я не знаю, правительство, наверное, понимает, что поставив ограничения не рассказать, как надо делать, мы сами порождаем нарушения. А обратить на нас внимание, обратить внимание на всю ивент-индустрию, пока не дошли руки. У нас здесь есть кейс, как мы движемся, как мы выходим из этой ситуации. Может быть, коллегам будет интересно. Мы тоже записали видеообращение. Следующий вопрос о том, как внутри индустрии мы, какие можем пути выхода из существующей ситуации предложить. Поэтому, если вы не против, я бы предложил вам об этом сказать чуть позже. Не проблема. Может быть, есть что добавить? Да, в целом, все то же самое, как в Киргизии, на самом деле. Все абсолютно то же самое. Дима может рассказать, он больше связан с концертной деятельностью, но, насколько нам известно, ни кинотеатры, ни театры, ни какие-либо концерты, все закрыто. Дим, добавь, пожалуйста. Микрофон. Микрофон. Всем добрый день. Много звука. Меня сейчас. Всем у вас не слышно. Всем добрый день. Я могу добавить то, что концертная индустрия, индустрия больших концертов в Узбекистане. Меня слышно? Да, 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 да. Теперь слышно. Да? Концертная индустрия в Узбекистане сейчас в коме, и ее необходимо скорее реанимировать, потому что не происходит вообще ничего. Запрещены концерты, запрещены концерты в залах на больших площадках. Были вот все эти полгода. Билетные операторы, сотрудники дворцов, техники, музыканты работники залов все без работы. Все сидят, так сказать, на пенсии родителей. И организаторы даже собрались и писали письмо в Министерство культуры по поводу проблем, связанных с возвратами билетов, по поводу также проблем, связанных с неизвестностью вообще, что будет дальше, как мы можем вообще что-либо организовать. И никаких действий мы так и не получили, ни письма, ни ответа. И все неизвестно на данный момент, что как и будет. это, конечно, просветление есть. В Узбекистане разрешили проводить мероприятие на площади. В переводе с узбекского языка выступление на площади это Майдон Таму Шерларе. И с соблюдением определенной дистанции все начали проводить какие-то мероприятия в парке. И в воскресенье состоялось выступление в Ташкентской рок-группе. Было среднее количество человек, потому что рекламы никакой не было. Мы своим каналам раскидали. Может быть, что-то в дальнейшем будет проясняться и организовывать мероприятия уже и в залах. Потому что театры работают на данный момент. И помимо театров множество достаточно мероприятий различных в городе проводятся. Но на официальном уровне конечно все это запрещено. Дима, я добавлю. Чтобы у коллег сложилось правильное впечатление. Я говорю о том, что все запрещено. Дима говорит о том, что мероприятие проходит. Официально все запрещено. То есть официально ивент-компаниям официально проводить мероприятие запрещено. Я тоже смотрю, как в Фейсбуке периодически проходят какие-то мероприятия. Где-то большее количество людей, где-то меньшее количество людей. Все это на смелости и совести тех людей, которые это организовывают. У нас компания, которая обслуживает международные компании, у нас клиенты международной компании, и у нас есть готовые выигранные тендеры, но они нам задают один простой вопрос. Мы готовы проводить мероприятие, вы готовы взять ответственность? Мы не готовы взять ответственность, потому что официального разрешения нет. По поводу театров, не все открылись, Дима, открылся льхом, еще ряд театров именно. Но опять же, большие театры я не сижу, чтобы работали. Мне кажется, разрешение по работе на площади видимо тоже к празднику готовится, наверное, потому что у нас еще ходил такой слух о том, что карантин не продлевают по причине того, что идет сейчас сбор хлопка. Я не знаю, насколько это вообще сопоставимо, но там огромное количество людей, вы понимаете, в полях, и только из-за этого не включают карантин. Опять же, это слухи, никакого подтверждения нету, никаких официальных данных по этому поводу нету. Понятно. Арсен, Дмитрий, спасибо за то, что обрисовали ситуацию, но и во многом с тем, что она та же и много общего между нашими странами Центральной Азии. Я у кого-то слышу свой голос, видимо, колонка включена, прошу выключить микрофон, чтобы эхо не было слышно. Давайте тогда сейчас перейдем к Казахстану. То есть, понятно, что во многом ситуация та же, но, может быть, есть какие-то свои небольшие детали. Я знаю, что вот открытие театров и кинотеатров у нас активно сейчас общественностью обсуждается последние недели. Сауле, Лина, Сабид, Владимир, в каком порядке, как вам удобнее? Наверное, Владимир, вы как соорганизатор начнете, может быть? Да, еще раз добрый день всем. Продолжу тему по кинотеатрам. Предыдущие коллеги все грамотно по полочкам разложили. Вопросы все те же самые у нас. Даже на некоторые мы, в принципе, получили ответы. Недавно была у нас, собственно, состоялась встреча с главным Сандровичем Алматы. Вот мы совместно с Сабидом присутствовали на ней. Также были представители театров и кинотеатров. И вот последнее постановление, которое уже вышло после этой встречи, меня, конечно, шокировало. То есть, мы не откроем кинотеатры, потому что мы не сможем контролировать рассадку при выключенном свете. То есть, как бы, а в театрах мы, получается, с включенным светом сидим, а в кинотеатрах с выключенным. То есть, у нас, понимаете, с логикой в принятии каких-то решений и постановлений очень сложно. Если, возвращаясь к вопросу о транспорте, да, то, соответственно, это совершенно другие ведомства, которые отвечают за это. И здесь очень много противоречия, действительно, потому что, да, мы пользуемся там всеобщественным транспортом, это многотысячные ежедневные контакты, в том числе и авиаперелеты, да, но при этом мы не имеем права проводить мероприятия, даже на открытом воздухе. То есть, с логикой очень плохо все. Внимание, конечно, также не обращается на примеры из других стран, где уже, в принципе, выработаны определенные технологии по проведению мероприятий. И более того, вот эта вся история со второй волной, с возвращением в карантин, это нас, соответственно, вообще к вымиранию приведет, к вымиранию индустрии культурной в целом, не только концертной, там, а в целом культурного кластера всего, потому что мы не то чтобы в коме, мы уже при смерти тут, по сути, находимся все, ну, как индустрия, как творческий кластер, скажем так. Вот это самое страшное, потому что никто не хочет брать на себя ответственность при принятии решения, это самое страшное, конечно. Я думаю, что совет продолжит, и наши коллеги, которые сейчас в Астане находятся, много скажут интересного. Я предлагаю Сауле дать слово, чтобы она немножко согрелась. Сауле, ты нас слышишь? Нет? А меня слышно вообще, нет? Да, да. Слышно и Владимира. Ну, хорошо, давайте мы тогда вот, ну, чтобы эту тему закрыть, в Казахстане на сегодняшний день культурно-массовые мероприятия запрещены, за исключением последнего постановления главного самоврача, вышедшего две недели назад, с разрешением работы театров до 50 человек. Ну, и репетиции, соответственно, там до 30. Вы знаете, у нас ситуация складывается таким образом, что в каждом городе решение потому открывать театр или не открывать, или другие объекты культуры, принимает свой самоврач. Вот в Алма-Ате у нас есть такой господин Бекшин, то есть, если в Астане там, допустим, разрешили работать театры, возможно, там в других городах, я не знаю, тоже все работает, то в Алма-Ате на сегодняшний день театры не разрешены. Задаем вопрос, почему? Ответ, ну, я же главный санврач, я же там типа профессионал, я же все понимаю, лучше вас в медицине. Вот мое решение такое, театры в Алма-Ате пока работать не будут. Вот и все. При этом я хочу сказать, что если, насколько я понимаю, в других странах приходят на национальном уровне, то в Казахстане местные главы, главные санврачи принимают решения на региональном, на городском уровне, да, и, то есть, ситуация может быть в разных городах разная, то есть, если в Астане что-то работает, это не значит, что работает что-то в Алма-Ате или в любом другом городе. Все верно, это как в Америке, то есть, каждый штат принимает свое решение, вне зависимости, что решил у Башнидона. То же самое и здесь у нас. Это фиральное управление. Но это в медицине, не забывайте, там, по основным всем вещам все равно все распоряжения идут с головы, да. Мы готовы, то есть, мы очень много работали вот вместе с Саулетом, вместе с Владимиром, значит, мы разрабатывали алгоритм санитарных норм, то есть, единый стандарт безопасности. В Сауле у нас было там несколько встреч, мы общались благодаря, вот опять же, нашим коллегам из России, с микробиологами, там, вирусологами, пульмонологами и других стран. Мы задавали вопросы, что такое вирус, да, насколько он опасен, как это сопряжено с нашей индустрией, можем ли мы работать при тех нормах, которые мы совместно с вами обсудили, мы это все расписали, отправили в министерство культуры, потом увидели его в приложении номер 9 главного санврача, где там все четко, черным по белому было расписано, и мы еще посмеялись, что там процентов, наверное, 80, это того материала, который мы сами лично им подали, там все остальное там добавили, подкорректировали, и все. То есть мы сказали, вот вам нормы, по этим нормам работает уже весь мир практически, давайте начнем работать, да, мы понимаем, что мы не можем там начать работу там с тысячи, трех тысяч человек, вот, мы сказали, ну откройте хотя бы там чуть-чуть, дайте там возможность, там 50-100 человек, вот, нам сначала не разрешали, но вот вроде в последнее время какие-то там подвижки пошли, я вообще хочу сказать, вот Сауле, да, вот вы все на нее посмотрите, как она такая красивая, симпатичная, и очень внутри пробивная, потому что она общается с министрами, главными санврачами, с министром здравоохранения, с нашей национальной палатой партии Артемикен, вот, она их там спамит каждый день, отправляет им там сообщения, говорит, ну что там, когда у нас там будут изменения, вот, поэтому я думаю, дальше Сауле вам все расскажет, такой плавный переход. Спасибо. Ирина, у нас вместе выступают, из одного офиса, поэтому слушаем вас, спасибо. Спасибо, Саби, спасибо, на самом деле все уже сказали наши коллеги, и, ну, то есть, вся ситуация очень похожа, и на самом деле даже в России ситуация такая же, как и у нас, и то, что я считаю правильным, то, что каждому региональному санврачу дали эти полномочия, ну, делать послабление, снимать ограничения, разрешать что-то, потому что они видят ситуацию изнутри, ну, на своем там городе, регионе и так далее. Это очень правильно, но единственное, что, конечно, возмущает то, что цифры не меняются, на которые нам нужно ориентироваться, и на которые ориентируются, в принципе, Минздрав, и, несмотря на это, там, они не растут, то есть, нету какого-то, там, роста, да, в коэффициентах, и все равно, почему-то, главные санврачи берут на себя такую ответственность и не разрешают, там, тем же театром работать, хотя по Казахстану это разрешение вышло. Это первое. Второй момент, который я хотела бы сказать, но это мое личное мнение, не то, что личное, мы поняли, вот, уже обращаясь во все инстанции и к премьер-министру, и НПП, Атамикен, и Минздрав, и Министерство нации экономики, мы поняли, то есть, чтобы на нас обратили внимание, как на отрасль, мы поняли несколько проблем, которые вышли и обнажились в сегодняшней ситуации, и благодаря, наверное, этому кризису. Это то, что вообще, хотя у нас есть Министерство культуры, да, которое нас должно защищать, поддерживать, и так далее, к сожалению, Министерство культуры в Казахстане, оно защищает и поддерживает государственных служащих, которые работают в этой отрасли, да, у них больше, они больше ратуют и всякие приказы, постановления, больше, где не то, что защищены, а где проблемные вопросы, касающиеся государственных культурных учреждений, а рынок движется сам по себе, то есть частные организации, частные театры, частные культурные сообщества, мы сами по себе и государственные учреждения как сами по себе, то есть мы даже в своей отрасли разделились, вот это немножко, конечно же, вот эта вот проблематика, она немножко как бы обнажилась и получается, что государственные учреждения, культурные учреждения получают зарплаты, то есть филармонии, театры, которые находятся на госбюджетировании, они в принципе не страдают, страдает только частный рынок, частный рынок это малый и средний бизнес, мы относимся к ним, и но в этом, в комитете вот я с чем столкнулась, с какими проблемами, в комитете Атамикена, Атамикен это наша неправительственная организация, которая защищает как раз-таки рынок, рыночные, рыночную экономику и рыночные отношения, да, и предпринимателей, да, в этом комитете сидят очень много отраслей, разных, различных, начиная от салонов красоты, заканчивая там транспортниками, заканчивая нефтяным сектором и так далее, и нас очень мало в нашей отрасли, и нас рассматривают в самую последнюю очередь, если ритейл, они уже состоялись, то есть их много на рынке, там транспортников их тоже много, салонов красоты, индустрия красоты, их тоже очень много, а нас, к сожалению, не так много, и мы как раз-таки не можем показать, сколько нас вообще в этой отрасли, там проблемы возникают дальше по ОКЭДам, которые разбросаны у нас по всем отраслям, то есть не собраны в единую, как бы под единым кодом, мы там перекликаемся с другими тоже, и с киношниками, и даже с машиностроением некоторые наши ОКЭДы, то есть, понимаете, порождается ряд проблемных вопросов вообще в нашей сфере, в сфере культурно-событийной деятельности. И я, наверное, подхвачу то, что сказала Сауле, дополню, что по факту, если быть честными, культурно-событийная деятельность как индустрия впервые прозвучала как раз вот так всерьез во время вот этого самого карантина, во время пандемии. И, наверное, мы все столкнулись с тем, что у государства, у общества сложилось вообще несколько искаженное представление о том, что из себя представляет индустрия, да, и спасибо вам, конечно, кластрову, и мы в ассоциации стараемся очень много в этом смысле делать для того, чтобы какую-то разъяснительную работу в этом смысле тоже проводить и объединять участников рынка для того, чтобы, вот как говорится у Лена, эти всех заседания, где мы там пытаемся везде сейчас представительствовать, хоть как-то, это пока только такие первые шаги, да, и вот наши коллеги из Узбекистана, Таджикистана скажут, они тоже все в этом смысле в зачаточном состоянии находятся, да, вот эти ассоциации профессиональные только-только организовываются, только-только налаживается какой-то диалог с государством, и в этом смысле это тоже и наша ответственность коллеги, да, для того, чтобы мы свои права начинали защищать, это очень важно. Спасибо, Илья, спасибо. я тоже дополню, то есть сейчас проблематика обнажилась, и мы как раз таки все вместе должны поднимать эти проблемы, и поднимать не просто проблемы, конечно, и давать пути решения, да, этих проблем, и одна из наших, мне кажется, на сегодняшних дней задач, да, чтобы нашу отрасль хотя бы включили в отрасль пострадавшей, даже не признают это, то есть салоны красоты, там, кинотеатры, торговые центры, они включены вы уже говорили, и я думаю, что вот вы, Сауле и Лина, вы сделали очень правильный переход к нашему следующему вопросу, то есть дело в том, что культурно-событийная индустрия, она, во-первых, с одной стороны, не включает большого количества людей, с другой стороны, это люди, которые все работают, ну, грубо говоря, в индивидуальном порядке, то есть это не ассоциации, это не организации, это множество людей, которые на частных подрядах реализуют какие-то услуги, представляют какие-то сервисы, которые работают то с одними партнерами, то с другими, то с государственными, то с частными, и так далее, то есть здесь мы подошли к вопросу внутренней самоорганизации, внутри индустрии, и это, по сути, мой второй вопрос, который я хотел бы вам всем задать, что как вот в ситуации кризиса, как, это еще до того, как мы начнем говорить о обязанностях государственных органов, и что они должны делать, давайте поговорим о том, как внутри самой индустрии творческие работники могут соорганизоваться и предложить какие-то внутренние выходы из существующей ситуации, ну, или хотя бы просто ее облегчение, то есть хотя бы создание какого-то мощного лобби, которое может идти и разговаривать с представителями государственных органов, не просто от себя, как представителя какой-то там организации, компании, ивентмейкерской, а по сути большого количества людей, какого-то там условного профсоюзного движения, и здесь я предлагаю начать разговор Арсену Длянчеву, который, вот, когда я задавал первый вопрос, уже начал поднимать эту тему и говорить о том, что есть какие-то выходы или хотя бы возможности для того, чтобы поменять ситуацию, прошу, Арсенец. Спасибо большое. Я расскажу, что было сделано нами и как это нам помогло, вот, может быть, вы сделаете какие-то выводы. Мы описали все то же самое, мы сделали видеообращение, где указали о том, что этим помогли, этим помогли, нас не заметили, о том, что рынки работают, общественный транспорт работал, и параллельно мы писали письма в огромное количество госорганизаций, но после видеообращения к нам поступил звонок от Министерства туризма и на следующий день у нас уже была встреча. Здесь вот главный посыл, который я хотел бы сказать. Мы сейчас ведем переговоры с председателем госком туризма на тему того, чтобы ивент-индустрия вошла в состав туристической отрасли, то есть через вот направление Майс. Почему, мне кажется, это решение? Потому что, как я говорил вам в самом начале, нас очень мало, то есть почему там ту же Хорик увидит, почему эти рестораны бизнеса видят, это юридические лица, которые платят налоги, а в ивент-индустрии невероятное количество людей, которые, ну, не имея зачастую там никакой формы собственности, оказывают услуги, то есть они никак не отражены для налоговых органов, понимаете, да? И сейчас мы также разработали регламент проведения мероприятий, мы их сделали семь видов, начали мы с формата до ста человек, нам обещали, что к концу сентября, а это сегодня, выйдет постановление на тему, как можно будет проводить мероприятие до ста человек. К сожалению, на сегодняшний момент, пока мы этого постановления не видим, но я думаю, что мы движемся правильно, потому что мы за объединение с какой-либо отраслью, которую уже признали пострадавшим. Понимаете, да? То есть, вот туристическая отрасль, майс-туризм, эвент, все туда же. Я очень надеюсь, что у нас получится. Еще одна вещь, я хотел сказать, не перебивая вас, Владимир говорил на тему того, что люди, я не знаю, у вас у нас очень смотрят и задают вопросы, а как в соседней стране? То есть, давая интервью здесь и на телевидении, и на радио, мне задавали вопрос, а что в Казахстане, а что в Кыргызе, разрешили ли мероприятия? Поэтому, мне кажется, что удача, успех, я не знаю, любой страны представленной здесь сегодня, она поможет другим однозначно. Мы приводим примеры, что в России уже все давно как бы разрешили и все, мероприятия проходят. Но, видимо, это слишком далеко. Люди, не то, что не хотят брать ответственность, да, но никто не хочет оказаться крайним. Поэтому им проще дождаться до последнего. Когда в самом последнем регионе разрешат проведение мероприятия, они глобально везде его разрешат. Но вы правы, вся отрасль находится при смерти на самом деле. И это, конечно, печально. Вот главный посыл, это, мне кажется, нам надо объединяться с направлениями, которые уже признаны, отрасли, которые уже признаны, отрасли, которым нужно помогать. В нашем случае это туризм. Мы нашли такой выход. А как, можно вопрос, как вы объединяетесь, в смысле, что вы делаете, чтобы войти в туризм? Имеется ввиду, вы меняете свои окэды? Нет, мы не меняем свои окэды. Юридически это выглядит следующим образом. Ассоциация Event Agency в Узбекистане подписывает меморандум с Госкомтуризма. И Госкомтуризма, они порционно, но у нас в стране, выдвигают какие-то, я не знаю, там, условно, идеи, которые государство должно обработать, пересмотреть и утвердить. И они в очередную партию своих поправок включают Event индустрию. То есть в последующем их обращении в Кабинет Министров там будет указано, помимо того, что там есть туркомпания, есть гиды и все остальное, они указывают Event организации, ну, наверное, будет указываться окэды. Я не понимаю, как это будет выглядеть юридически, но на словах это выглядит вот так. То есть за нас, по сути, замолвят слово. Вот как это будет выглядеть. Потому что написать просто, мы писали там и в приемную премьеру, и в приемную президенту, и в торгово-промышленную палату, ну, куда только не писали, я думаю, вы делали все то же самое. Но просто, когда обращается, будь то юридическая компания, будь то просто ассоциация, это одно. У нас отрасль туризма курирует вице-премьер страны. Когда обращается вице-премьер страны, на это все смотрит немного по-другому. Мы пытаемся донести до людей о том, что мы часть экономики страны. Мы люди, которые даем работу, мы люди, которые платим налоги, и здесь нельзя рассматривать, ну, сейчас не до них, да, сейчас не до праздников, но сейчас, может быть, не до дорогих ресторанов, мы же не закрываем их и не переходим в столовую, понимаете, да? То есть мы говорим и отстаиваем то, что мы часть экономики, если вы сейчас не поможете нам, завтра вы потеряете огромный кусок там, не знаю, в бюджете, у вас добавится количество людей, которые остались без работы, ну, и со всеми вытекающими последствиями. Молодцы. Классная идея. Спасибо, Арсен. Если можно, пользоваться вот возможностью, раз уже Арсен заговорил, к вопросу объединения, что как хорошо что, ну, благодаря пандемии это сложно сказать, да, это не хорошо, но мы объединили каким-то образом, начинаем, вернее, еще и объединять свои межевразийские вот эти усилия, да, вот ассоциация организаторов мероприятий Узбекистана, вот уже тоже мы совместно подписали меморандум с нашей евразийской в этой ассоциации, то есть мы уже сейчас обмениваемся, вот с Гузиаль мы обменивались, какие вы письма пишете, вы вот такие, а вы, а мы вот это, а вам что ответили, то есть вот правильно вы сказали, Арсен, что да, вот как бы взаимный какой-то успех, хоть какой-то шажок вперед, поэтому в этом смысле как бы мы всем, ко всем коллегам обращаемся из соседних республик, что давайте вот как-то к этому подключаться активнее, нам это реально может помочь всем. Да, я еще одну вещь хотел добавить, об этом говорил Дмитрий, я вспомнил потом причину следствия, почему разрешили там парки и собираться в парках, дело в том, что в Узбекистане глобально и масштабно прошли вступительные экзамены в ГУЗы, их делали на открытом воздухе, то есть парки были задействованы, парки, какие-то общественные места, которые были закрыты для простого людоизвне, но там проходили экзамены, и мне кажется, что просто они были вынуждены, нужно было где-то собирать людей, в закрытом детей, которые будут поступать, в закрытом пространстве нельзя, и вот использовали ботанический сад, использовали парки, и мне кажется, что только из-за этого разрешили. Но это, опять же, это всего лишь догадки, потому что юридического обоснования нету, почему их открыли, а остальное закрыто. Дима, вы хотите что-то добавить? Спасибо, да, Рассен, спасибо. И я еще хочу сказать, что, прежде чем Дмитрию дать слово, что все-таки, наверное, в Узбекистане туризм является намного более весомым экономическим двигателем экономики, нежели чем, вот, допустим, точно в Казахстане, не знаю, насчет Кыргызстана, то есть, даже, ну вот, на примере своего опыта, то есть, количество туристов сильно различается, то есть, для представителей других стран я бы хотел сказать, что вот эта вот кооперация с туризмом, она, наверное, не является панацеей, что, наверное, имеет смысл думать о каких-то других индустриях, с которыми можно найти взаимопонимание, которые тоже пострадали от коронавируса и искать возможности для кооперации. Вот сейчас давайте Дмитрию дадим слово и дальше продолжим. Вернусь к письму, как раз письму организаторов. Вообще, проблема самая большая произошла тогда, когда на интернет-ресурсе Mail.ru и разных популярных ресурсах в Узбекистане вышла статья о том, что все несостоявшиеся мероприятия, организаторы всех несостоявшихся мероприятий должны вернуть деньги за билеты, которые уже проданы. У кого-то солдат, у кого-то 15 дней во дворце главном, у кого-то 10 дней, у кого-то там поменьше, конечно. Ну, все организаторы сразу были в шоке, потому что никто не согласовал ни с кем вообще. И выпустили такую статью, в которой зритель, читающий эту статью, понимает, что «О, мне вернуть деньги», ни зритель, ни те люди, которые писали, это совсем не знаю, да, о том, что у каждого организатора, особенно концертных больших, есть очень большой расход. Это, во-первых, реклама, во-вторых, гонорар артиста, и много-много сопутствующих расходов, аренда зала, там у нас еще лицензии, нужно за лицензию платить. И мы вот написали статью, на которую мы не получили ответ, но мы получили устный ответ, нам обещали, также сотрудники Министерства культуры, нам обещали выпустить статью о том, что все мероприятия ваши состоятся, все билеты действительно, и вот это все началось в начале июля, сейчас уже конец сентября, на данный момент никакой статьи так и не вышло, никакую помощь мы не получили, и помимо этого все наши компании все это время продолжают платить налоги и кому-то зарплату, да, не все сотрудники уходят на удаленку там или содержание, так что, к сожалению, вот так. Ну, у нас вот, как у билетного оператора, тоже я можно добавлю, да, в начале марта министр культуры объявляет, что тоже все возвращают деньги, массово начинается возврат, пытаемся общаться с клиентами, объяснять, что не все это могут сделать в связи с тем-то, с тем-то, с тем-то, то, что Дима перечислил, вот, и когда мы общались с министерством нациоэкономики, мы ей сказали, ребят, вот в связи с такой-то ситуацией мы сегодня не можем выполнить обязательства перед зрителями, соответственно, размотреть вопрос там введения ваучера, да, как вот к России они же там пытались ввести, что-то там ввели, но не до конца все равно, вот, так что это вот один из аргументов, когда мы довели на министерство экономики, то есть мы не сможем выполнить обязательства перед зрителями. Спасибо, Сабит, и следующее слово, давайте, Гизель, подпишите. Я вот, ну, сейчас слушала всю нашу дискуссию, мне вот интересно, мы говорим о медицине, понятное дело, о госструктурах, о премьер-министрах, а вот мне интересно, как в ваших странах реагируют министерства культуры, что они делают для того, чтобы, допустим, каким-то образом поддержать, да, ту же творческую элиту, к примеру, да, вообще действуют они как-то или нет, или тоже какая-то тишина, и ребята, плывите сами, как вообще происходит этот момент? Ну, я могу рассказать, у нас последнее, что обсуждалось в Минкульте, это запрет о выступлениях артистов, находящихся на сцене в пьяном виде. До этого мы обсуждали, значит, законопроект о запрете фонограммы, то есть, вот что происходит сейчас. То есть, это самые актуальные темы, которые обсуждают в Министерстве. Но это же вопросы, которые не министерством, по-моему, поднимаются, это же, по-моему, депутатами поднимались все эти вопросы. Нет, нет, это Министерство культуры инициировало, это Минкульт инициировало, а депутаты потом это поддержали. Просто, в таком уровне существует в 20-х странах, и поэтому вопрос, что он делает, потому что я могу отвечу ввязать, так как мы с ними пытались наладить диалог, да, они нас понимают, что мы пострадавшие, пытались нам там помочь какие-то проекты выкинуть на рынок. Это не получилось, к сожалению, чтобы нас поддержать. Мы даже сделали несколько проектов в условиях пандемии, в условиях локдауна, чтобы проводить там маленькие такие проекты, которые там во дворах, еще где-то. Нас как бы выслушали, но не профинансировали, естественно. Мы пытались сделать социальные проекты, тоже дали несколько, порядка 2-3 проекта, которые тоже должны поднять вот эту культуру поведения людей, там, ношение масок, соблюдение санитарных норм, то есть как-то то, что обнажилось во время пандемии, то, что сейчас люди не соблюдают, то, что ничего не делают, вот это все говорит о культуре, культуре поведения, о культуре воспитания. То есть мы хотели вот это все, как бы, хотя бы такие точечные проекты в каждом регионе, там, в аулах, в селах, в больших городах провести, но, к сожалению, Министерство культуры выслушало, сказал, да, прекрасные проекты, но у нас на это нету бюджета. Хотя сейчас, хотя сейчас проводятся, там, какие-то конкурсы онлайн, онлайн-концерты, на это у них есть бюджеты. Хотя вы даже не в бюджете, извините, нам и не нужны деньги, мы же с вами сами в состоянии саккумулировать какие-то средства для проведения, эти средства завернуть, просто плохо, что, вот как вы вначале сказали, и все коллеги это поддержали, что, к сожалению, нигде ни одно министерство не было готово взять на себя ответственность, то есть какого рода ответственность. Мы с вами и так прекрасные кризис-менеджеры, и организаторы, и логисты. Мы пишем концепции, мы пишем стратегии, которые пользуются потом в том числе государство. Мы все это сами готовы сгенерировать. Мы за время карантина сгенерировали с коллегами ну толмуды всякого рода вещей от целой серии республиканских проектов, коммерческих, некоммерческих, на улицах. Мы с вами просидели все лето, да, и огромная была возможность, для того, чтобы все по разработанным нами же самим правилам, которые можно было бы согласовать с Министерством транспорта, провести, еще и другим показать как надо, да, потому что мы бы, мы-то это совершенно точно сумели бы. Вот просто я бы глупил, что ни одна из этих инициатив, я считаю, не была рассмотрена всерьез, по-настоящему. Вот она не была взятой, доведена до какого-то финала. Хотя бы, да, вот хоть бы какой-то один такой проект взяли, что называется, на пробу, вот с нами полностью отработали и до конца провели бы и показали. И вот тогда, возможно, мы бы были, ну, как сказать, готовы сделать какой-то следующий шаг и следующий поэтапный. А так получается, что мы протоптались на месте и со всеми нашими проектами, инициативами. Вот у нас этот диалог может быть, потому что мы только сейчас начинаем разговаривать друг с другом, и они нас еще побаиваются там и не рассматривают всерьез. Кто его знает? Может быть, просто потому, что, ну, не готовы тоже в ответственность взять на себя. Ну, вот мы сейчас создали инициативу. Мы здесь немножко вперед забегаем, на мой взгляд, когда вот сейчас перешли к обсуждению именно министерств, потому что, насколько я понял, вот с предыдущего, с предыдущего вопроса из нашей первой части обсуждения, для того, чтобы быть услышанным на правительственном, на государственном уровне, нужно представлять какое-то более мощное лобби, то есть нужны какие-то формы самоорганизации. Поэтому я вот хотел бы еще второму вопросу, именно что можно сделать внутри индустрии, как соорганизоваться так, чтобы быть, быть как бы более мощным голосом, более мощным лобби, что ли. Может быть, есть кого-то еще идеи на эту тему? У нас есть идея, в смысле мы ее сейчас начинаем воплощать, мы впервые инициируем Евразийский ивент-форум, который пройдет у нас в ноябре месяце, и как раз таки там, онлайн, в онлайн формате, и как раз таки эта площадка, которая будет создана для того, чтобы там мы дискутировали, чтобы там обозначали проблематику, чтобы там обозначали пути решения этих проблем, выходили с инициативой, с разными предложениями, разные сообщества, которые в нашей, именно в нашей индустрии, и хотим как раз таки сделать эту площадку таким мостиком между государственными учреждениями и между рынком, представителями, для рынка. И в том числе, вот как второе, еще вторая идея, если уж мы говорим про идеи, мы считаем, что чем больше сейчас таких профессиональных сообществ... здесь чуть больше информации? Алло? Алло? Мелина, я... Вы прервались? Да, мы хотели сказать, что и второй момент очень важный, это организовать как можно больше профессиональных сообществ. не одна какая-то ассоциация организаторов мероприятий, а должны быть профессиональные там ассоциации продюсеров, ну, то есть, и все вместе, да, то есть, какие-то республиканские, городские, областные, для того, чтобы вот наша работа становилась более упорядоченной. Ну, может быть, я что-то... Владимир, позвольте перед тем, как вот вы продолжите, может быть, вы в своем ответе за одно сразу осветите вот этот евразийский форум, ивент-форум, если кого-то из наших слушателей это заинтересует, может быть, вы сразу расскажете, кто к нему вообще имеет доступ, кто может к нему войти, как присоединиться, кому писать, какую форму там организации нужно, какой род деятельности. я сразу я напишу, если это возможно, ну, озвучу, во-первых, у нас уже создался сайт, сайт eef.com.kz, на этом сайте можно зарегистрироваться любому участнику, кто хочет принять участие, мы первый форум делаем абсолютно бесплатным, собираем там как раз-таки спикеров с опытом и с теми решениями, к которым они пришли во время как раз-таки пандемии. То есть наш форум называется новый... Да, на форуме будет пять панелей, значит, на первой панели мы будем говорить как раз с представителями министерств, что очень важно, да, для всех, кто не находит ответы сейчас в общем доступе, вот эта возможность фактически прийти напрямую задать вопросы, услышать ответ. Вторая панель мы будем говорить с крупными заказчиками, с корпоративными клиентами, потому что очень важно сейчас для всех, для нас понимать, как они видят логику развития, чего нам от них ждать, какие бюджеты они вообще закладывают на предстоящий сезон, какого типа мероприятия. Также будут две панели, которые будут рассказывать о новом формате мероприятий, о новых инструментах, потому что я как режиссер уже столкнулась с проведением онлайн-форумов и мероприятий, наш форум будет также проходить онлайн, это тоже такой важный момент, и будет такой общий круглый стол, куда мы приглашаем всех, где как раз мы и будем говорить о вот этих предстоящих вообще трендах, вообще во всем, что касается развития нашей индустрии, и искать совместно при помощи инструментов фасилитации какие-то решения для всех нас на будущее, включая вот те вопросы, которые мы с вами обсуждаем сегодня. Элина, спасибо. На информацию давайте Владимир добавит, и потом Арсен поднял руку, и Гюзель, я не знаю, у вас рука поднята еще с вашего предыдущего слова, поэтому либо вы после Арсена по отношению Владимира, либо, ну, представляете сами Владимир, прошу вас. Получим ответ. Ну, я добавлю, единственное, что мы, естественно, обращаем большое внимание на международный опыт, да, и смотрим, что и как развивается в других странах, потому что подобные ассоциации, они были созданы как раз в период карантина даже в самых развитых странах, как США и Англия и Франция, да, то есть это мы сейчас думаем, что вот, оказывается, у них там 50-летняя культурная там концертная индустрия уже развита, а по факту таких ассоциаций не было как раз, которые могли бы представлять интерес, да, от одного голоса, то есть и мы как раз на своем форуме будем, то есть мы уже подтвердили, пригласили спикеров из Англии, из Штатов именно от тех ассоциаций, которые конкретно получили поддержку от государства уже, то есть здесь, естественно, есть с чем сравнить, это достаточно серьезная поддержка, то есть ну последнее, что было, конечно, очень круто сделано в Англии, это такая была акция Let the Music Play, можете обратить внимание, то есть есть такой хэштег, который поддержали крупнейшие артисты, как Пол Маккартни, там, Rolling Stones и так далее, и поддержка была получена буквально в течение трех дней, для меня это был вот реально шокирующий такой, прям, показательный результат, и, соответственно, другие страны, Франция откликнулась, и все поддерживают, Германия, то есть все поддерживают свою культурную индустрию, да, это очень важно, потому что мы ее просто можем потерять в какой-то момент, даже если нас закроют, мы должны, то есть как во Франции, например, да, они не то, что там дали сейчас концерты делать, мероприятия, они еще и компенсировали это по годовой период, потому что все, без зарплат сидят, да, и вот есть на что посмотреть, скажем так, это не самые крупные страны, то есть Франция, в принципе, может себе такой позор, почему Казахстан не может поддержать свою индустрию, почему Кыргызстан не может, в общем, вот это и будем все на форуме обсуждать, показывать с примерами. Владимир, спасибо, Арсен, то вам слово. Спасибо, друзья, перед тем, как начну вещать, у меня один вопрос, когда вы в своих странах писали письма на тему, письма или там открытое обращение на тему пандемии, на тему того, что с нами случилось, была ли у вас волна поддержки именно со стороны звезд, то есть вот опинион лидеров в сфере шоу-бизнеса? Нет. Вот в Узбекистане нет, у вас в Казахстане, Кыргызе, я вижу, нет. Мне кажется, что это... Частично, частично, то есть кто-то писал, кто-то нет. Это было на уровне соцсетей. Да. Вот на самом деле для меня это было таким вот откровением, я не понимаю, как люди, которые тоже остались без работы, я понимаю, что у них запасов гораздо больше, чем у простого световика условно или технаря, но они тоже сидят без работы, потому что шоу-бизнес в наших странах, это 90% заработка, это частные мероприятия, мы это прекрасно понимаем, и они тоже остались без заработка. Так вот, мне кажется, что помимо того, что хотят сделать наши коллеги в Казахстане, то есть сделать профильные мероприятия, нам надо каким-то образом привлечь общественность. То есть вот задали вопрос, что мы можем сделать, я не знаю, что это, это видеоролик, который где-то надавит на слезу, где будут реальные люди, которые остались без работы и средств существования, а у них семьи и все остальное. И это надо как-то таким масштабом раскрутить. Понимаете, вот то, что сейчас говорил Владимир, подключаются какие-то звезды и раскручивают события за 2 секунды. Нас не слышат. С точки зрения экономики уже объяснил, с точки зрения вот именно соцсетей, там вот какие-то СМИ. Мне кажется, опять же, я могу ошибаться, но мне кажется, что масштабно, если привлекать клиентов, то клиенты должны сказать, эй, у нас есть задачи, и нам нужны эти ребята, нам нужно организовывать эти BTL-акции, ведь ивенты, как сказал Гузаль, разные, BTL-акции необходимы. Но вот нам не удалось раскачать именно шоу-бизнес. Вот в наших обращениях, да, люди как-то, мне в личку написало огромное количество людей, но я не мог донести до них, что не нужно писать в личку, нам нужно кричать, нам нужно здесь и сейчас заявить о себе. Вот мое мнение, что если это пройдет вот в формате специалисты, профессионалы соберутся, пообщаются, но это никуда дальше не пойдет, это кроме как прокачает нас с вами, ничего не приведет, ограничения не снимаются. Опять же, я могу ошибаться, это мое мнение. Нет, все правильно. Арсен, спасибо, благодарю вас. И сейчас тогда Гюзель подняла руку, потом Саулия. Прошу. Ну, я хочу поддержать Арсену, абсолютно правильно, надо кричать и объединять, и может быть, это даже какой-то флешмоб по всем нашим, да, странам, Центральной Азии мы какое-то сделаем. Но еще один такой важный момент хочу отметить, вот допустим, во время вспышки в Кыргызстане, да, когда наше правительство две недели находилось, так скажем, немножко непонятно где, то есть они ушли на каникулы, наши вентеры, наши артисты, они организовались и они участвовали в помощи людям, да, то есть ездили по городу в срочном режиме, доставляли аппараты, препараты и прочее. Все это выкладывалось в соцсети, все об этом говорили, организаторы кричали о том, что мы готовы бесплатно прийти помочь, отменеджерить, просто выстроить работу, мы готовы прописать правила, мы готовы включиться, здесь и сейчас. Многие просто молча брали свои машины и это все делали. То есть такой большой бум, да, глобальный был, там же и те же рестораны, и мы пытались таким образом не только помогать друг другу, но мне кажется, это очень хороший такой показатель, что организаторы, то есть, да, творческая элита, они все собрались и начали двигаться, то есть они были таким мощным толчком. То есть пока правительство думало, принимало решение, здесь простые люди внизу, они сами начали ездить, соорганизовываться и все это было в соцсетях, это все было показано. Как только вспышка исчезла, об этих людях забыли, просто забыли. То есть отметили кого-то там студенческие волонтеры, ребята тоже молодцы, хотя после этого почему-то их начали вызывать там на допросы и прочее, тоже мы не понимаем. То есть раз вспышка, дальше рестораны, они уже там все лето, то есть вот осень, они запускали опять-таки флешмобы, запускали видеоролики и прочее. То есть говорю, вчера вот был митинг, то есть там опять-таки люди собрались, мы не можем достучаться, то есть были ролики созданы, то есть это касаемо Кыргызстана, то что здесь у нас внутри происходит. Но этого опять-таки как видно недостаточно, то есть значит нужно что-то еще более экстренное что ли придумать. Вот мне интересно, потому что показателям Кыргызстана мы не можем достучаться, то есть мы это все делали, но мы никак не можем достучаться. Даже наши артисты вот сейчас на митинги выходят, но опять-таки вопрос, услышат ли? А у вас уже митинги пошли? То есть вчера был такой мирный митинг в составе не более 50 человек возле филармонии, который даже в соцсетях могу скинуть ссылку, где люди просто вышли с транспарантами. Мы хотим работать. То есть наши ведущие, наши рестораторы, официанты там были. То есть уже начали такие вещи делать. Мы уже не знаем, как достучаться, потому что нас пытаются все время разогнать, угрожать, могут даже позвонить, вызвать на допрос или еще что-то в этом роде сделать. С какой целью они это делают, мы не понимаем, но это вроде как перед выборами, что ли, может быть, боятся того, что волнения какие-то начнутся. Но если раньше волнения шли от людей, абсолютно не имеющих каких-то, ну, обычный рабочий класс, да, сейчас уже интеллигенция вся готова на митинги выходить, потому что, ну, действительно, как бы, границы закрыты, мы вот все варимся внутри своих стран, своем соку, а людям надо жить, двигаться, и надо внутри что-то решать. Я с вами полностью согласен, здесь смотрите, проблема в чем. Спасибо, Гизель. Все подняли, забили ваше упрощение, давайте очередный соблюдать, сначала Сауле и Ирина, потом Майгуле еще хотела добавить. Хорошо, я хотела добавить, что однозначно идея еще такова, что нужно объединяться и что нужно создаваться и все вместе, то, что сказала Бизель очень правильно, но у нас в стране, почему, у нас разделились артисты, вот если касается шоу-бизнеса, у нас разделились артисты, есть артисты, которые привязаны к госучреждениям, они получают зарплату от государственных учреждений, там, казах-концерт или там филармонии, и эти артисты не могут себе позволить как бы что-то высказывать или поддерживать вот такие наши флешмобы или акции, потому что у них, в принципе, идет зарплата, там, какая-то, но она идет, а есть артисты, которые то есть сами себе зарабатывают, сами себя обеспечивают, сами создают свои продукты, песни и так далее, продвигают себя сами, они, конечно, готовы поддержать и поддерживать. У нас вот в нашей стране чуть-чуть прошло вот это разделение, хотя интересы не те же, хотя дополнительный заработок даже тех артистов, которые находятся на гособеспечении, то есть другой заработок они потеряли из-за того, что нету таких частных корпоративных мероприятий, это понятно, но позволить себе там поддержать какую-то нашу инициативу, они это не могут. И вот это палка о двух концах каким-то образом вот такая есть еще проблематика. И вообще нет. Айкуль слово предоставим, потом Собирь я вам дам слово, простите. Я вот просто слушаю наши дискусии и хотела бы и для информации сказать, и так, чтобы мы как бы задумались и слушатели, наверное, которые нас смотрят и слышат по Фейсбуку, вот допустим тот пример, который Арсен сказал, да, кооперация совместная с туристической отраслью. Я хотела бы вам напомнить, если кто не знает, то проинформировать, что у нас в Центральной Азии Таджикистан и Узбекистан ратифицировали конвенцию 2005 года. Это конвенция о продвижении и поддержке культурного разнообразия. И вот в эту конвенцию входят творческие работники и в эту конвенцию входят культурные и креативные индустрии. И то, что вот вы, Владимир, говорили, что вот на форуме планируется участие спикеров из западных стран, в том числе Франции, Великобритании. Я не уверена по поводу Великобритании, но Франция ратифицировала эту конвенцию. Великобритании. эта конвенция дает в какой-то степени поддержку креативным индустриям, поддержку творческим работникам. Также в 1980 году была разработана большая такая глобальная рекомендация ЮНЕСКО по поддержке творческих работников. Если кто не знает, то посмотрите. Работая по этой рекомендации, учитывая, допустим, и работая в рамках конвенции, мне кажется, это помогло бы культурным и креативным индустриям обратить внимание, получить государственную поддержку. Потому что если страна ратифицирует ту или иную конвенцию, то страна берет на себя ответственность по продвижению, по выполнению той или иной конвенции. Может быть, один из выходов может быть, это вот ратификация конвенции 2005 года. Спасибо. Как называется конвенция эта? Если вы просто найдете конвенцию 2005 года, ЮНЕСКО выйдет информация, а вообще ее правильное название конвенция по охране и продвижению культурного разнообразия. Там даже различных форм культурного разнообразия. Спасибо. Я как раз проходил опросник буквально на днях по этому году уже. Очень интересная история. Мы бы с удовольствием это как-то внедрили в наш следующий форум, потому что если этим как-то с вашей поддержкой можно апеллировать при общении с властями, то мы с удовольствием, конечно, я думаю, все из любых стран поддержат. мы будем рады представить любую помощь, какую можно. И вот я дважды перебивался бит, прошу прощения вам на слово. Я в принципе просто хотел там кое-что добавить после высказания Гюзель и Арсена. Но все нормально. Давайте дальше следующий вопрос. Или что у нас там дальше? Да. Дальше. Вот просто продолжая тогда вопрос у самоорганизации, ну просто мысль, которая возникла у меня пока я вас слушал, а насколько вообще внутри культурно-соботийной индустрии развито профсоюзное движение в ваших странах, оно вообще есть? Потому что, допустим, мы недавно этот вопрос обсуждали с представителями киноотрасли, где в разных странах Центральной Азии, вот мы как раз таки рассматривали Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан, даже внутри самой киноиндустрии профсоюзы есть только у небольших ее фрагментов, допустим, там у этих каскадеров или там у продюсеров, а допустим у режиссеров и сценаристов профсоюзов нет. И нет вот этого формы отстаивания прав внутри там среди представителей вот одной из этих творческих профессий. Поэтому я предлагаю участникам подумать над вот этим вопросом и я вижу, что Дмитрий поднял руку Айгули, Саулея, насколько понимают, рука еще с предыдущего выступления осталась поднята. Дмитрий, пожалуйста. По поводу профсоюзов, среди организаторов больших мероприятий концертов эстрады мировой расистой и также узбекской нет никаких вообще ни профсоюзов, ничего и никогда не было. Есть отдельные организаторы, которые между собой друг друга считают конкурентами, но в любом случае по предыдущему вопросу я могу дополнить, что нужно объединяться и пандемия нам дала в Узбекистане впервые дала такую возможность, что все организаторы объединились в группе в Телеграме и мы общаемся, разговариваем, обсуждаем, кто-то активнее, кто-то менее активно, но я думаю, что в дальнейшем мы сможем создать именно такой профсоюз от нашей компании ОСИС под руководством нашего генерального директора Игоря Зиновича и ОСИС и может быть это даст какой-то толк когда будет какое-то сообщество организаторов Узбекистана по мероприятиям мы будем придумывать какие-то льготы и на оборудование или еще на какие-то другие услуги на нашу базу анализ данных, которые мы проводим для того, чтобы привозить тех или иных артистов я думаю, что все впереди и надеюсь, что организация получится хорошей и чем больше, тем лучше Спасибо, Дмитрий. Кто-то еще хочет высказать? Да, если можно, мы готовы высказаться, потому что это очень важный и такой болезненный, честно говоря, вопрос. Но наша ассоциация была организована так совпало. Вообще начала организоваться еще в декабре прошлого года, но фактически мы зарегистрировались в марте этого года и как раз пришлось засучить рукава и всю эту пандемию, несмотря на то, что сама индустрия стояла, лежала и умирала, мы работали в общем, наверное, даже чуть ли не больше, чем в обычный рабочий режим. Но вы знаете, в чем проблему мы обнаружили? В некоторой инерции еще самих участников индустрии, потому что вот с чем мы столкнулись, когда мы начали работать, начали активно всех призывать участвовать, даже для того, чтобы первые письма подписать и не подписаться там нескольких десятков человек, подписаться как-то более серьезно предстоятельствовать в этом смысле, то мы столкнулись с тем, что рынок очень энергии. Также, как вот Володя упоминал, мы уже проводили несколько опросов, составляли какие-то опросники просто для того, чтобы посчитать, выявить, а сколько нас на рынке, показать государству, сколько мы платим налогов, для этого нам нужно провести какое-то свое внутреннее исследование и тоже столкнулись с тем, что очень неактивно участники рынка в этом смысле идут на диалог, а когда условно говоря мы еще зовем что участвовать в каких-то наших акциях и прочих вещах, то еще даже элементарно вступать в ассоциацию для того, чтобы работать, а зачем, а что мне будет за это, что вы мне дадите, в этом смысле мы привыкли, что кто-то придет, какие-то проблемы за нас решит, нам как-то положит это все красивенько на тарелочку, вот в этом смысле мы бы хотели, чтобы и это выявили сами обстоятельства, что пока мы сами начнем шевелиться и делать, и чем больше каждый из нас вступая в ту или иную ассоциацию, профсоюз, какую-то гильдию профессиональную, чем больше он привнесет, тем по факту мы все вместе больше получим в результате, больше и более эффективный будет наш общий результат. Еще хотела бы дополнить, что мы сейчас, вот наша ассоциация, ну вы единственная ассоциация, которая вот сейчас затронула эту культурно-собетильную деятельность в Казахстане, хочется, чтобы их было больше, конечно же. У нас, конечно же, есть союзы, у нас есть союз художников, у нас есть союзы дирижеров, хоровиков, то есть есть такие профессиональные ассоциации, но, к сожалению, они больше выполняли роль, наверное, какого-то наблюдательного совета, то есть ничего не инсинировав. Они как-то, они больше там ходили в рабочие группы, которые должны входить, и там кто-то, может быть, что-то решали, что-то не решали, не знаю, но так глобально их не слышно и не видно. Вот, и второй момент, что идеи какие-то, вообще идея возникла, вот так как мы хотим вывести нашу индустрию в отдельную отрасль, чтобы на нас уже обратили внимание, как на все другие отрасли, мы хотим, мы инициировали такое исследование, хотим исследовать рынок, хотим исследовать отрасль, как раз-таки хотим показать цифры, сколько нас, сколько задействовано разных предприятий с разными там направлениями, и хотим показать тоже по налогам, какие идут отчисления, сколько задействовано рабочих мест, и, конечно же, хотим показать, как повлияло, повлиял вообще карантин и вся эта ситуация на то, что сейчас с рынка начнут уходить какие-то определенные профессии, культурные профессии, и на самом деле это большая проблема, вот мы разговариваем, например, с танцевальными коллективами, они говорят, пять месяцев без тренировок и без репетиций, все, человек утрачивает свою профессиональную способность, теряет форму, теряет профессионализм свой, и это будет восстанавливаться еще нужно необходимо полгода, чтобы опять привести их в то же состояние, в ту же форму. И это касается, это я сказала сейчас только по одному, по одной профессии, по танцорам. Очень много есть таких профессий, которые как раз таки требуют постоянного тренинга, тренировок, репетиций и так далее. И это страшно. Страшно, что люди сейчас от того, что не получают доход, нету у них заработка, уходят в санитары, уходят в медобслуживающий персонал, уходят в волонтерство, где получают хоть какие-то деньги, особенно молодые. И это вот такая проблема, которую нужно поднимать, не знаю, мне кажется, на таком направлении. Большое спасибо, Сауля, большое спасибо, Элина. У Айгуль комментарий, насколько я понимаю. У меня просто быстрый комментарий, хотела бы обратиться вот к Гюзаль. Гюзаль, насколько я знаю, вот из СМИ сейчас правительство Кыргызской республики разрабатывает стратегию по креативной экономике. И мне кажется, для вот вас, я имею в виду не лично, но может быть и лично в какой-то степени, но для вас, как для представителя или всех представителей культурной и креативной индустрии, это как раз замечательный момент, когда можно как-то прописать и показать свой голос, чтобы он был услышан и задокументирован в стратегии, в правительственной стратегии, просто для информации. Спасибо большое, что вы отметили в этот момент. Спасибо. Да, и этот комментарий Игуль как бы нас подводит немножко к... Так, так. И комментарий Игуль нас подводит к нашему третьему вопросу, то есть мы уже поняли, что без самоорганизации внутри индустрии свои интересы, свои права защищать очень тяжело, и культурно-соботительная индустрия за другими важными, безусловно, важными делами, которые сейчас делает государство в условиях пандемии, там, лечит людей, проводит онлайн-образование, что-то там еще. Культурно-соботительная индустрия забывается. Но вот теперь, когда мы знаем, ну, или имеем хотя бы какое-то отдаленное представление, как нам дальше действовать, как нам дальше самоорганизовываться, давайте обсудим, а что мы должны требовать у государства, какие нужны конкретные формы поддержки творческой индустрии, событийной индустрии, и что мы, вот это организованное сообщество, о чем оно уже будет говорить в дальнейшем. Вот я вижу, Сауля уже руку подняла, и далее, Дмитрий, давайте в таком порядке. Все хорошо. что мы сейчас, ну, смотрите, мы, конечно же, опять-таки, наша ассоциация вот на протяжении вот этих шести месяцев разрабатывали не только проекты, которые нужно проводить, мы и думали, конечно же, о будущем, на ближайшие пять-десять лет. Мы хотим создать вообще культурную какую-то реформу или культурную программу инициировать, чтобы в эту программу вошли как раз-таки поддержка, поддержка по субсидированию каких-то проектов. Пусть это будут и социальные проекты, и культурные проекты, это пусть будут какое-то государственное, частное сотрудничество, которое есть, в принципе, во всех других отраслях. То есть, если создаются программы, специальные программы прописываются, там, дорожная карта 20-30, ну, у нас в Казахстане, да, которая там поддерживает отрасль там, энергетическую или поддерживает какую-то отрасль, экологические какие-то проекты, то же самое мы хотим, чтобы обратили внимание на культурные проекты, которые сейчас, если мы посеем семью, оно взрастет через пять лет. То есть, тогда у нас будет культурное общество, у нас будет культурное поведение, у нас будет, не будет вот этого разрыва между аулом, селом и городом, то есть, у нас общество намного станет, как-то сказать, IQ, наверное, общество намного больше вырастет. и это надо начинать с детей, естественно, с подростков. Конечно, то поколение, которое уже выросло, его тяжело перестроить, перевоспитать и так далее. А начинать с детишек, вот это самое, мне кажется, важное на сегодняшний день. И я хочу добавить... Думаю, если резюмировать то, что вы сейчас сказали, это, наверное, какое-то понятие креативной экономики, которое должно сформироваться у национальных правительств о том, что вот творческие специальности, вот эти творческие специалисты, это не абуза для государства, которое только деньги просит, это реальный сектор экономики, который может работать, который может приносить деньги и который может создавать не только творческую вот эту креативную экономику, но и в дальнейшем творческое креативное общество. Вот дальше я бы хотел передать слово Дмитрию и потом Владимиру. Спасибо. Спасибо. Я считаю, что вообще нужно открываться и все. Потому что во многих регионах России и Украины уже проходят большие мероприятия. Во многих регионах проходят мероприятия на 100% заполняемых зала. И я думаю, что нужно всем потихоньку открываться и уже открыть глаза и понять, что коронавирус – это не больше, чем грипп. Действительно. Потому что у меня очень много знакомых переболело. И я думаю, что и я, может быть, бессимптомно. Нужно заканчивать уже с этой игрой. Нужно открываться, нужно давать всем работать. Тогда вернется и культура. Тогда вернутся деньги к организаторам, к артистам. Нужно проводить мероприятия. Нужно вырабатывать иммунитет общий всей страны. Надеемся на лучшее, как говорится. Спасибо, Дмитрий. Владимир, есть что добавить? Ну, да. Я тут, Дмитрий, тоже максимально согласен. Потому что вообще любой карантин, он ведет к потере общественного иммунитета. В принципе, это очень плохо сказывается на здоровье людей. На самом деле. Еще хуже, чем сама пандемия. И многие врачи это уже доказывают по всему миру. Поэтому, конечно, не стоит бояться открытия. Тем более, есть уже показатели. Есть уже все алгоритмы по выходу, по открытию. Поэтому, конечно, да, это стоит рассматривать и обращать внимание на весь мир. Что касается образования вот этих государственных программ. Буквально в феврале был создан Совет креативных индустрий в Казахстане при Акимате. То есть, при городском Акимате в Алматы. И вот эти как раз истории все обсуждали. Создание музыкальных хабов для детей, для подростков и так далее. То есть, это было, в принципе, уже рассмотрено. Были конкретно расписаны программы. Там пошагово. Ну, прям по каждому району. И это можно транслировать, в принципе, на всю страну. И не только на нашу. То есть, это все обсуждалось. Но здесь, как говорится, все сейчас на паузе стоят. Потому что мы готовы с этим работать. Мы с этим сталкиваемся. У нас есть опыт. Поэтому это надо, конечно, развивать. Да. Так, я прошу прощения. У меня там был небольшой сбой. Я не услышал, наверное, конец выступления Владимира. Не знаю, попал ли он на запись. В общем, давайте тогда продолжать. Или, Владимир, просто коротко резюмируйте буквально последнюю минуту, что вы говорили. И дальше продолжим. Я говорил о том, что не стоит бояться выхода из карантина, открывать мероприятия, выходить на свежий воздух, заниматься спортом и развивать свой иммунитет, в первую очередь. А чем больше мы будем сидеть дома и будем закрыты, тем больше вообще мы все, в принципе, пострадаем. Это большое общественное мнение сейчас таково. Можно, да, я тоже поддержу Владимира, потому что здесь не только иммунитет и прочее, но очень много психологических проблем же возникло. То есть в регионах семейное насилие элементарно. То есть очень много суицидности повысилось. То есть все это взаимосвязано. То есть это как паутина, которая работает именно слаженно внутри одной системы. Поэтому страдает одна ниточка, а может упасть все остальное. Поэтому нужно как-то удерживать равновесие. Поэтому я согласна, что нужно выходить, потому что алгоритмы есть, люди должны заряжаться позитивом, потому что мало чего негативная обстановка со всех сторон людей, так еще и элементарные бытовые вопросы, внутрисемейные вопросы, это все давит на общество. И, конечно же, оттуда мы… Это порождение людей немножко психическими отклонениями. Не нужно доводить людей до таких абсурдных вещей. Нужно дать возможность людям развиваться, общаться дальше. Это воздух, это кислород. Людям он нужен. Ну, конечно, тут социальное напряжение уже растет, какая-то агрессия. Потому что я не раз слышал уже за последний месяц, что давайте уже собираться на митинги и так далее. Но вот вам, пожалуйста, в Бишкеке, значит, уже выходят. То есть это же тоже, естественно, давит на психику. То есть люди уже реально начинают агрессивно себя вести и дома, и в обществе. То есть это очень важно. Ну да, в Бишкеке пока нет, но тоже. Уже люди злые. Скажите, а у вас поддержка какая-то есть в ваших странах от государства? Вы ее просили вообще? В нашей стране нет. В Кыргызстане поддержки касаемо нашего сектора нет. У нас большинство людей, как уже до этого Арсен говорил, творческие личности. В основном работают сами на себя, как частный сектор. Поэтому мы пытаемся как-то сами. Да, у нас есть зарегистрированные в частности. Вот у нас УСО зарегистрировано. То есть мы делаем только онлайн какие-то проекты. В оффлайн практически сейчас не работаем. Вот, поэтому, ну, нету. Арсен, а у вас? Спасибо всем. Маджир, вы пропадаете. Айтона, может быть, вы нам поможете просто пропадать связь с местами? А финансовая какая-то поддержка на время локдауна была? Там вот у нас в Казахстане 42 500 выплатили. Вам вообще ничего не выплачивали, да? Вопрос к нам, к Узбекистану. Да. В Узбекистане ничего не выплачивали. В Узбекистане наши отрасли физически по факту никак не помогли. А когда я говорю, ничего не выплачивали, я говорю про нашу отрасль. Есть ряд людей, очень малообеспеченным. Я читал новости, что какую-то сумму выделяли. Но это такое большее. Если у меня, видимо, какие-то проблемы со связью, я прошу временно помодерировать пока. Арсен, вы продолжаете пока. Да. Вот. То есть какому-то очень узкому слою населения помогали. Но опять же, это... Как в той притче. Нам не надо давать рыбу, нам удочку верните. Мы сами себя прокормим. Что касается выступления коллег, я одну вещь хотел добавить. Я понимаю, да, всем необходимо сейчас вернуться, взбодриться. Мне кажется, что наши страны переживают, потому что, видимо, не все хорошо в Министерстве здравоохранения. Мне так кажется. Люди боятся коллапса. А он уже был, и мы читали эти новости во всех странах, которые здесь присутствуют. И у них на чаше весов, с одной стороны, безработица и плохая экономика, а с другой стороны, жизни людей. То есть пока экономику в лице нас не сильно видят и шума в социальных сетях не так много, они этим пренебрегают. Потому что если они откроют и, не дай бог, будет всплеск, который по факту никак не связан с организацией мероприятия, потому что есть миллион мест, где люди так и так соприкасаются. Наша задача, мне кажется, как-то донести до них, что мы не панацеи, то есть мы не те, из-за кого происходит всплеск или не происходит всплеск. И в конце концов, пусть эта фраза будет избитой, но столько лет все мы платили налоги, в том числе для того, чтобы здравоохранение отрабатывало свои деньги. Так вот, почему мы должны страдать, пока у них коллапс? А у них действительно коллапс. Ну, по крайней мере, был несколько дней, у нас это точно. Я не могу сказать, слава богу, справляются, слава богу, показатели лучше и лучше с каждым днем. Но был момент, когда все действительно испугались, потому что все общаются и до скорых не могли дозвониться. Ему это было. И мы это наблюдали и читали, в том числе в соседних странах. Поэтому мне кажется, что они переживают, что не вырулят там. Но как им доказать, что открытие мероприятия – это неравнозначно увеличению заболевающих? Ну, вот это вопрос. Потому что эти две вещи, ну, как бы, они где-то связаны, но, опять же, есть куча других мест, где люди соприкасаются и никаких проблем нет. Арсен, по поводу здравоохранения, можно я еще добавлю? А то мне не даете слово, все время перебиваете. У нас, смотрите, все решения по послаблениям, как мы уже говорили, принимает главный санитарный врач. Вот, не знаю, как у вас. И недавно один очень публичный бизнесмен прям очень коротко и ясно одной фразой просто описал происходящее в нашей стране. То есть сегодняшней политикой предпринимательства в стране ведает главный санитарный врач, а не президент страны. Вот это у нас происходит, когда статья. Да. Это хорошее выражение. А мы, на самом деле, сидели и думали, а почему в комиссии, которая решает проводить мероприятия или нет, нет ни одного экономиста, который бы, наверное, доказал бы и обосновал, почему все-таки нужны послабления. Да, с одной стороны, распространение болезни, а с другой стороны, люди начинают умирать от другого. Ну, все рядом, все близко. И я прекрасно понимаю предпринимателей, которые сказали такую фразу. Прекрасно понимаю. Вы знаете, у нас, вот я вам честно скажу, да, там, меня сегодня просили об этом не говорить, но я, извините, в конце скажу и, наверное, отключусь, да, на всякий случай. Блин, забыл, значит, не надо говорить. Может быть, это знак. Я сейчас помню, я скажу. Макжер, вы подсоединились? Нормально все? Хочется верить, что да, если меня всем слышно, тогда совет пусть продолжит, и я потом продолжу модель. Мы считаем, что, к сожалению, самая главная проблема в стране с тем, что наша отрицель, как и у вас в странах, не открытая, не работает до сих пор, это боязнь и ответственность исполнительной власти за очередную вспышку эпидемии, нарушение статистических данных. Вот, я вам честно по Алмате скажу, почему театры до сих пор не работают, ну, потому что все боятся, что у нас пройдет очередная вспышка, и у нас очередные головы слетят просто, понимаете? Вот, из-за этого лучше вас всех держать и не давать вам работать, вот, но зато мы будем все сидеть, и у нас будут очень хорошие статистические данные. Ну, по крайней мере, это мое личное мнение. Но в то же самое время аналогичное же можно было сказать и в отношении, например, я не знаю, торговых центров или там базаров и рынков, но, тем не менее, они работают. Да, вы понимаете, мы не, как вот уже Гизель говорил, и там ребят тоже, а сама еще одна главная проблема, это очень много нестыковок, очень много нелогических решений. То есть мы приводили примеры, то есть вот общественный транспорт, 200 тысяч человек в один день, да, друг от друга стоящих там в масках людях, это авиаперелеты, да, это порядка там 5 тысяч контактов в день, это железнодорожные перевозки, где-то там 2 тысячи, ну, как минимум, да. Мы просим, вот мы сейчас в Казахстане просим дать нам разрешение хотя бы на 100 человек. Что такое 100 человек вот с теми фактами, которые, цифрами, которые я привел. И самое главное еще в том, что ведь риск заражения, он есть везде, вот вы говорите, в торговом центре, на базаре, правильно? То есть это личное соприкосновение с поверхностью, это масочный режим, который вот маски не носишь там. Хорошо, мы так и сказали, закройте нас и посмотрите, у вас от этого люди станут меньше болеть или у вас от этого цифры поменяются. Но законы природы, понимаете, не обманешь, люди все равно будут болеть, и вторая волна, это же не вторая волна, по сути дела, это сезонный грипп, которому будут, естественно, приплюсовывать все данные по COVID. В общем, очень много непонятного всего этого происходит сейчас не только у нас, наверное, но и у вас. То есть нету логики, вот об этом мы сейчас говорим всем. Спасибо. И Дмитрий хотел высказаться. У нас в Узбекистане абсолютно идентичная ситуация. Самолеты летают битком, поезда ездят битком. Также у нас на Адмире зависимости на 31 апреля, 31 сентября, открылась новая линия метро. И проект был бесплатный. Вы не представляете, можете загуглить фотографии. Ну, на халяву, в Уксуслапе, массажер, все поехали кататься на метро. И метро битком просто килька, как в сельде в бошке. Вот столько народу в разничные дни в метро. С показателями вроде все нормально, ничего не увеличивается. Не знаю, я считаю, что все-таки я настаиваю на том, что нужно открывать, как можно скорее. И только в этом случае индустрия выживет. Только в этом случае. Если ничего не открывать и всех закрывать, опять, то будет крах. Спасибо. И кроме этого, можно я добавлю, необходимо, то, что для нас важно, все-таки признать нашу индустрию одной из самых пострадавших, что не было сделано до сих пор, и начать рассматривать какие-то послабления, касающиеся льгот, субсидий и так далее, для того, чтобы индустрия как таковая вообще смогла потом продолжать свою деятельность, когда будет кому, то есть, когда все включат и скажут, давайте, чтобы было кому, чтобы это не начинать, не откатиться там на 10 лет назад и начать с какой-то плохой точки. Окей, спасибо. Но мы уже начинаем в чем-то, наверное, повторяться, поэтому Гизаль и Сабит, вы, насколько я понимаю, хотели что-то сказать. Есть ли какие-то новые идеи? В принципе, все уже как-то мы обсудили, да, то есть, тут понятно, это объединение, создание, ну, как немножко, да, такое резюме создания большего количества ассоциаций разных направлений, вот, ну, не знаю, тут такое выражение, может быть, не в тему, я извиняюсь, да, но дело утопающего, дело рук самого утопающего, как бы мы пострадали, и мы сами пытаемся до кого-то достучаться и заручиться какой-то поддержкой. Я не просто так задавала вопрос про Министерство культуры, потому что, опять-таки, это тот орган, который как бы, да, должен формировать некое духовное развитие, не имею в виду религиозное, имею в виду творческое, да, то есть креативное развитие поддерживать, и если оно не имеет никакого голоса и может только выполнять какую-то номинальную функцию, да, тут, опять-таки, большие вопросы. Мне казалось, что все-таки такой орган, который существует, он должен все-таки тоже поддерживать творческую, творческая, как, творческих граждан, да, и, как бы, опять-таки, взаимодействие с организацией каких-то мероприятий и посредством тоже было бы хорошо. Мне очень грустно, что, допустим, да, мы до сих пор живем все равно, но постсоветская вот эта вот система, она все еще работает, к сожалению, меняется она слишком-слишком медленно, и меняется ли вообще, ну, в нашей стране поменялось, вот. Мне очень жаль, этот орган существует, но он как будто бы номинальный, то есть, с одной стороны, мы должны объединяться, мы должны двигаться, но, с другой стороны, мы тоже налогоплательщики, мы тоже имеем право голоса, и хотелось бы видеть какую-то поддержку, вот. Поэтому, ну, немножко такая странная ситуация, да, нету логики и очень много противоречий. Вопрос, где логика, когда она появится, и как ее выстроить так, чтобы донести до всех это понимание. Спасибо, Гизаль. Ну, я вижу, мы начали уже подводить какие-то итоги нашей сегодняшней встречи. Вот я вижу, Айгуль подняла руку, и, может быть, кто-то еще, если захочет, высказаться, резюмировать, подвести итог. Да, и собить тоже. Смотрите, вот все, что сегодня происходит, вот, если нам запрещают работать, да, то, мне кажется, государство должно помогать. По сути дела, это нарушение конституционных прав, это нарушение прав на труд, это наше ограничение на свободу передвижения. Вот, поэтому, ну, ребят, мы так всегда говорим на встречах с чиновниками, я вот, я уже по-другому никак не могу общаться с ними. То есть, я говорю, если вы не можете помогать нам финансово, то давайте хотя бы разрешите нам работать. Но ведь у вас много, не просим, там, 50-100 человек. Вот, я поэтому думаю, что надо настаивать и продолжать биться за то, чтобы нам просто разрешили работать. Мы реально не просим денег. Нам нужно работать все. Я просто хотела добавить небольшой комментарий. Вот, если мы говорим о поддержке культурной и креативной индустрии, и вот, наверное, это комментарий будет, прежде всего, Гюзель, то, что вы говорили. Видите, в данном случае по культурной и креативной индустрии не только Министерство культуры вовлечено, и не только Министерство культуры решает поддержку данной отрасли. Сюда также входит и Министерство финансов, часть вопросов. Министерство экономики, Министерство социальной защиты, Министерство труда. То есть, вот, когда это будет все вкупе, может быть, тогда этот вопрос и начнет продвигаться и решаться. То есть, ждать только реакции и поддержки от Минкультуры, наверное, ну, не совсем правильно, если мы говорим о культурной индустрии, как о части экономики. Просто можно, да, я добавлю вот то, что вы говорите. Опять-таки, противоречия возникают, потому что зачастую к нам, к обычным участникам, вентерам, да, то есть, обращаются представители власти для организации их же мероприятий, для консультаций, да. Я вначале еще говорила про съезды, да, то есть, я сама выступала консультантом. То есть, казалось бы, что такие люди нужны, и если мы нужны, то, ну, опять-таки, я вот спасибо Сабиту, да, за комментарий. Мы не просим у вас льгот, денег и прочего. Мы просим позволить нам работать или хотя бы создать, или хотя бы вовлечься в решение проблем. Мы ведь готовы быть вовлеченными. Мы готовы сделать что-то для своих стран. Мы готовы что-то помочь. Это же большой ресурс. Это большой человеческий ресурс, готовый для того, чтобы помогать государству. Но это должен быть диалог двухсторонний. А пока что то, что мы обсудили, мы слышим односторонний диалог. Это ивент-индустрия, которая, да, то есть пытается достучаться и получает какие-то сверху ответы, но они получают каких-то решений. Или, может быть, можно сесть за стол переговоров и создать вместе путь решения, да. То есть я говорю о диалоге, о двухстороннем диалоге, а у нас немножко ситуация получается, что это немножко такой односторонний посыл. Вот о чем. Можно я тоже отвечу, Айгуль, по поводу вашего замечания, что не только Министерство культуры отвечает за нас. Однозначно. Здесь все министерства отвечают, каждый за свою область. Кто, Министерство нацэкономики, за финансы, налоги, там, Министерство образования, за профессиональный, профессионализм наших, как бы, представителей нашей индустрии и так далее. Конечно, мы как раз-таки хотели бы, чтобы наша ведомственная организация государственная, Минкультуры, была инициатором и была проводником, как раз-таки, между этими всеми министерствами. Потому что мы писали, Минкультуру, то есть это наша защита, Минкультуры, Министерство культуры должны защищать свою отрасль. Неважно, перед кем. Перед Министерством здравоохранения, перед Министерством нацэкономики, перед Министерством госдоходов, перед Министерством индустриального развития и так далее. То есть они должны быть инициаторами этих программ. Вот о чем речь. Мы сейчас, как бы, вот как раз-таки не можем вот этот мостик наладить и сказать, да мы готовы поработать вместе с вами, вместе с другими министерствами. Просто давайте наладим этот контакт. Как раз-таки, Министерство культуры должно выступить ядром, а уже по проблемам распространить это в другие министерства и поддержать, инициировать, создавать рабочие группы. Если это касается поднятия уровня профессионального, да, наших специальностей, да, каких-то светорежиссеров, режиссеров там, не знаю, продюсеров и так далее, то это мы должны отработать с Министерством образования, но через Министерство культуры. Если мы хотим, говорим о налогах, то мы должны Министерству культуры сказать вот так и так, потому что Министерство культуры может запросить все данные, они имеют эти полномочия, они между собой общаются, они наше правительство, они могут просчитать все, даже те же исследования, которые хотим сделать мы на собственные деньги, это должно делать в рамках стратегического исследования. Есть целый институт, они могут туда дать запрос. Вот в чем вопрос по взаимодействию с государственными структурами. Вот я все время говорю о Сауле, готовый министр культуры. Давай, Сауле. Сабит, ты что-то хотел сказать? Нет, нет, я все сказал, я сказал, что тебе в министр культуры уже пора. Засиделась ты. Понятно. Спасибо. Ну вот мы, наверное, подходим на заключительные пять минут, наверное, одно-два еще выступления, если у кого-то есть заключительных, и уже будем сворачиваться. Ну, когда, если... Ну, возможно, невозможно все вопросы в рамках одного круглого стола решить и обсудить, потому что проблем у нас реально очень много. Я просто хотела бы, поскольку мы завершаемся, еще раз пригласить всех коллег, которые нас слушают, поучаствовать в нашем форуме Евразийской ивент-ассоциации, где мы продолжим, собственно, вот этот начатый разговор, да, вот который сегодня начался, где мы, в общем, какие-то вопросы постараемся уже найти ответы даже на них совместно. Поэтому мы призываем всех коллег участвовать, и наших коллег, которые сегодня участвуют в круглого стола, в столе тоже привлечь своих коллег, своих стран, странах, да. Давайте дальше обсуждать эти вопросы. Спасибо, Элина. И давайте последний заключительный комментарий, Арсен. Я хотел поблагодарить всех. Единственное, мне показалось, что мы не контактировали сегодня с теми, кто нас смотрел. Насколько мне известно, там тоже задавали вопросы. Может быть, мы сможем позже отписаться все под этим постом, потому что там тоже наши коллеги, которые слушали, которым интересно. Если это не крайняя наша встреча, на что я надеюсь, то мне кажется, нужно это в формате интерактива делать и отвечать также на вопросы подписчикам. А так, я благодарю всех вас. Спасибо большое. Удачи нам всем. Спасибо. Благодарю всех участников. Насколько я помню, когда я последний раз смотрел чат, там не было конкретных вопросов, там были просто комментарии, которые вы можете потом прочитать. Так или иначе, благодарю еще раз всех за участие. Я напоминаю, что Кластерное бюро ЮНЕСКО проводит не последнюю дискуссию. Мы заинтересованы в продолжении дискуссии в новых разных темах или углублении тем, которые мы уже обсудили. Поэтому всем участникам, всем слушателям я хочу сказать, что мы можем продолжить обсуждение. Если как-то сможем помочь как тем или иным творческим индустриям посредством данных дебатов, мы это с удовольствием сделаем. Пожалуйста, пишите, обращайтесь к нам с вашими идеями. А также я хочу напомнить, что у нас запись сегодняшней дискуссии будет доступна в Ютьюбе. Об этом будет отдельный анонс на нашем интернет-сайте и в наших социальных сетях, то есть в Твиттере, в Инстаграме и в Фейсбуке. Еще раз всем большое спасибо. Я желаю всем удачи. И давайте уже какие-то предложения можно в общий email, где были все участники САУЛИ, я вас имею в виду. Пожалуйста, пишите и давайте обсуждать, как может развиваться творческая индустрия Центральной Азии в дальнейшем. Благодарю. И запись откроется. Спасибо. Спасибо.